Бои за ошибку. Как и почти полтора века назад, это болгарское слово вновь становится символом противостояния, но теперь уже не борьбы братьев славян против турецкого ига, а войны самарцев с равнодушием и бесхозяйственностью. Шибко некогда культовый кинотеатр и символ русско-болгарской дружбы не просто забвение. За последние месяцы здание превратилось в притон для всех жаждущих криминальной романтики. А ведь как красиво все начиналось. Братья болгары из далекой России, граждане волжского города Самары, прислали вам болгарским воинам священное знамя, символ дружбы русского и болгарского народов. Именно с самарским знаменем, изготовленным монахинями Иверской обители, болгары вели освободительную войну против турков, а боевое крещение полотнище получило именно на перевале Шибко. Исторический момент увековечил фильм, снятый в 1954 году Сергеем Васильевым, автором знаменитого Чапаева, взявший приз на Каннском фестивале и носящий гордое имя – герои Шибки. Сегодня же у этого болгарского топонима, ставшего родным и для самарского уха, увы, совсем другие герои. Ну кто здесь? Кто здесь околачивается? Здесь, может, бомжи живут, бомжи, ночевать-то им где-то тоже. Они здесь вот лежанку себе устроили. Все загадили. Опять костры, что ли, если пахнет запахом? Разоренный вандалами бывший кинозал сам стал декорацией к фильмам про постапокалипсис. За эту осень здесь уже было три пожара. Что делать? Как быть? Надо просто Шибко спасти. Как кинотеатр Шибко перестала работать еще в 2006 году. Но функционировала как торговый центр, затем опустела. А с августа, рассказывают местные жители, Шибко стали атаковать мародеры. Я думал, что снаружи. Я не ожидала. Я даже не ожидала. Это же комиссия. Буквально два месяца назад еще здесь ничего не было такого. Вот разбито все. Видите, что? Тут двери снесли, унесли. Вот наверху разбили. С той стороны тоже все убрали они. Полицию вызывала, они не в силах. Уходят всякие полиционеры, но мало бывает их. Оно развалится в раз и все. А там даже никто за ним не следит. Обратите внимание. Виточку – это не дети везли. Это взрослые люди, которые приезжают на машинах, грузят. Печальное зрелище и туманное будущее. Сейчас, конечно, трудно себе представить, но ведь еще каких-то 15-20 лет назад Шибко была главной достопримечательностью микрорайона. Поговаривают, что сам великий Эльдар Рязанов ее открывал. И потому жить неподалеку от кинотеатра, куда выстраивались очереди, было престижно. А как же мы не помним ту Шибко? Мы в кино сюда ходили. У нас единственный был культурный центр в нашем микрорайоне. У нас больше нет здесь культурных центров. Мы за билетами и новые фильмы в очереди. Занимали кассу очередь. И все, можно сказать, подъездом шли в кино. Были прям рады, рады. Мы ждали, когда его построят. Потом освещалось все. Здесь было очень красиво. Фонтан работал. Тесов вот этих не было, ни пивных, ни сигаретных, ничего. Здесь был просто рай. Чистота была. Чистота. Цветы. Вот болгарские розы как раз. Шикарные такие были. Клумбы на вот этих тумбочках. Аромат такой. Запах тоже имеет огромное значение. В переводе с древнеболгарского Шибко, между прочим, и означает «роза». В 1975 году, когда был построен кинотеатр, о таких деталях думали, как и о множестве других. Богато решено и подходы. Лестница здесь. Вот такая вот, да? Как на подиуме. Да, на своеобразном подиуме. Она в то время доминировала. Шибко идеально вписывалась в общую картину улицы Старозагора. Рядом открыли магазины тоже с болгарскими названиями. Мартиница, Младость, Латкиши. Уголок заграницы в советском закрытом городе возник не просто так. Улицу Памирскую, проложенную на месте лесов и оврагов еще в 20-х годах, в 60-е переименовали в честь болгарской Старозагоры, ставшей побратимом Куйбышева. Несмотря на ограниченный набор инструментов, ведь дома тогда в основном строили типовые, советским архитекторам, рассказывает Юрий Корякин, удалось создать уникальный объект. Пешеходная улица в юго-восточном полнировочном районе. Улица Старозагора выполняла роль своеобразного общественного центра. В градостроительном отношении они уникальны и по ландшафту, и по положению среди жилой застройки, по благоустройству. Это было тоже выдающееся достижение. Тогда плиточные покрытия были, бетонная плитка, озеленение тонко проработанное и продуманное. Это было решено, конечно, как такой пешеходный бульвар, как уютный уголок с фонтанами. Архитектурно-режиссерский ход, как раз начинается улица с кинотеатра Шибко, заканчивается кинотеатром Самары. От этого замысла сегодня мало что уцелело. Кинотеатр Самары, не выдержав натиска дикого капитализма, был снесен в 2008 году. Бульвар Старозагора, некогда радующий глаз, еще в середине 2000-х оккупировали киоски. Во многом, кстати, рынок его и убил. По большому счету, за таким фасадом в кинотеатре уже просто не стало смысла. Для доктора исторических наук Глеба Алексушина Шибко не просто забытый символ города, с ней, кстати, в советские годы и открытки выпускали, но и часть собственной жизни. В детстве он жил неподалеку. Это кусочек моей личной жизни, поэтому втройне больно видеть то, что происходит сейчас. Речь о том, что это становится возможным, когда мы забываем о том, что такое наша история. Вот это, да, это наши отношения с Болгарией. Вот приедет сюда болгарская делегация, мы им гордо покажем, в каком состоянии кинотеатр, который был построен в память о значимом для них сражении на перевале Шибко. Когда мы отказываемся от хорошего, мне непонятно, ради чего мы это делаем. Ради рынка? Получается, что ради рынка, получается, что ради чьих-то меркантильных интересов. На мой взгляд, городу не следовало когда-то, в далеком прошлом, избавляться от этой собственности. Начало конца было положено в 2004 году. Тогдашний мэр Георгий Лиманский только твердил, как мантру, слоган о Самаре сильной и просвещенной. На деле раздавал ее лакомые куски направо и налево. В начале 2000-х так называемое современное строительство окончательно пустило корни в историческом центре, обезобразив его до неузнаваемости. А муниципальное имущество откровенно разбазаривалось. Шибко отдали компании СОК. Та вскоре от нее избавилась, продав московской конторе. Сейчас кинотеатр и земельный участок принадлежат некой ООО, премьера, собственник конторы, некто Иванов, ДА, житель Самары. Прописан, кстати, неподалеку от Шибки. Само же здание кинотеатра и земля находятся в залоге у банка. А этой осенью на Авито среди объявлений о продаже старой мебели и подержанных санок появилась информация о Шибке. Аппетит у собственника знатный. За двухэтажное здание он хочет 90 миллионов рублей. Но вот мне показалось странным, что господин Иванов ищет покупателей с помощью сайта бесплатных объявлений. Я позвонила по указанному телефону. Трубку взял некий Алексей, менеджер фирмы, оказывающий риэлторские услуги. Почему странно? Ну, все-таки как-то, знаете, когда речь идет о таких миллионных сделках, вряд ли люди ищут объекты на Авито. Ну, ясно. А как давно вообще они обратились к вам? Не подскажете? Ну, год и полтора назад. И за это время были какие-то звонки? Насчет интервью, конечно, не готов. По поводу звонков, конечно, есть интерес у многих. А собственник готов как-то подвинуться в цене? Потому что, насколько мне известно было, что, в общем, цена немножко перегрета. По цене готов двигаться, да. Алексей, а мы можем как-то с вами встретиться, записать интервью на эту тему? Нет, я не имею права давать интервью. Это там через мой руковод. Руководство фирмы тоже оказалось не готовым к диалогу. Ну, тут нужно будет с генеральным директором эту информацию уточнить, можем ли мы вам разглашать такую вот, публично такую информацию или нет. Какие параметры там можно освещать, какие, ну, то есть нежелательно бы там подвергать публичной огласке. Переговоры, шедшие всю минувшую неделю, успехом не увенчались. Удалось вам связаться с собственником ошибки? Пока еще нет, пока еще не закончилось. Позже наберите. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Абонент не отвечает. На связь собственник так и не вышел. Крупные сделки любят тишину. Я не думаю, что кто-то всерьез рассматривает возможность продажи через АВИД. Может быть, это подставной какой-то, там, фейковый какой-то продаж, может, еще что-то. Но это просто не тот путь. Здесь вот свежесвеобразные коммуникации бизнес-то бизнес, да. Кому-то нужно, тот подойдет, он знает, кто такой Иванов, да, кто стоит за Ивановым, кто распоряжается от объектов действительности, кто способен получить такие деньги, кто способен оплатить эти деньги. Идеальный расклад, если здание вернется в муниципальную или региональную собственность. У городского бюджета таких средств нет. Но, как ответили в департаменте управления имуществом, мэрия уже отправила предложение в Белый дом о выкупе здания на условиях софинансирования. Этот процесс был запущен еще Дмитрием Азаровым. Уже в статусе сенатора он продолжает вести переговоры. Но и он считает, что цена на ошибку явно завышена. Ошибка – это тоже символ для нас, для Самары, да, символ объединения, единения братских народов России и Болгарии. Мы этот символ продали когда-то. Я не буду называть конкретные фамилии, все знают, кто в 2004 году там распоряжался имуществом. Я думаю, что это очень большая ошибка. Я знаю, что Николай Иванович дал конкретные поручения министрам. С рядом министров еще встречусь в Самарской области. И этот вопрос мы обязательно еще раз проговорим. Надо проверить, насколько и достоверна эта информация, что она якобы продается. Иногда люди знают, ну, предприниматели, что есть заинтересованность. Начинают вот такой шантаж. Мы сейчас выставим торги, чтобы чуть больше заработать. И здание разрушено, а по информации, которая размещена в интернете, они за него хотят 90 миллионов. Какие 90 миллионов? Да там полуразрушенные стены. А люди хотят шантажировать сегодня, может быть, может быть, я сейчас не хочу обвинять, но, может быть, хотят шантажировать власти, зная интерес общественности к теме, попытаться вот так спровоцировать и продать подороже. Это всегда дорого обходится таким горе-бизнесменам. По закону, таких горе-бизнесменов вполне можно привлечь к ответственности за безалаберное отношение к имуществу. Механизмы есть, было бы желание. Закону собственник обязан и содержать имущество, в надлежащем порядке, в частности, прокуратура, которая имеет право обращаться от неограниченного круга лиц, да, может и лишить этого собственника вот этой собственности, может изъять, в том числе, земельный участок, да, для государственных или муниципальных нужд. Сами граждане, которые проживают в близлежащих домах, они вправе обращаться в суд и требовать наложения петитов взысканий, компенсации какого-то ущерба именно от собственника. Но это выглядит, конечно, несколько теоретически. К примеру, возврата некогда прихватизированного имущества немало. Так, городским властям удалось вернуть из санатория Светлячок и детский лагерь Олимп. Региональное мин имущество выкупило ДК «Самарец». Так что у Шибки есть шанс на спасение. «Самарец» Анатолий Рынцевич разместил в интернете петицию президенту Владимиру Путину, губернатору Николаю Меркушкину. Он предлагает открыть в Шибке музей русско-болгарской дружбы. Подрастающее поколение, говорит Анатолий, даже понятия не имеет, сколько смысла заложено в словах «Шибка» и «Старый Загор». Ты знаешь, что такое «Шибка»? Ну да, кинотеатр. А почему его назвали? Шибкой. Кого или чего? Нет, не знаю. Знаешь, а «Старый Загор» честь чего называется? Нет, только «Древний мир» проходит. У нас есть предложение не просто взять госсобственности, чтобы она стояла. У нас предложение открыть тут культурно-патриотический центр или культурно-просветительский центр. Не просто кинотеатр, а показ исторических документальных художественных фильмов об нашей истории. Это наша достопримечательность, районы нашего города. Надо ее сохранить для наших будущих потомков. Это же красота какая. Фонтанчик был замечательный. Все можно сделать так, как надо. Жители просят спасти не только «Шибку», но и саму улицу Старый Загор. Прежде всего убрать с бульвара рынок, который ее изуродовал. Эту инициативу поддерживают и мои эксперты. Конечно, все возможно и необходимо это делать. Потому что, я еще раз повторяю, эта улица – это своеобразный общественный центр этого района. Огромного района, где живут десятки тысяч людей. Поэтому, конечно, ее реконструировать, привести в порядок. А вот так разбрасываться там его… Тем более, в таком состоянии содержать – это просто безобразие, естественно. Но разбрасываться такими символами городскими, конечно, это недопустимо. Сделать реконструкцию его, сделать современный культурный центр, где могли бы быть и кружки какие-то для детей, не знаю, там еще по интересам. Вот, кстати, еще один вариант. У нас театр «Кукол», когда заселяли, для него планировали на Воронежских озерах построить новое здание. Непонятно зачем, но вот же, опять же, прекрасное здание, великолепное здание, которое вполне могло бы быть детским театром. Не надо даже ничего придумывать. Да масса вариантов. Действительно, масса вариантов. И самое печальное из них – снести шибку и на этом месте построить многоэтажку. Эти планы, говорят, собственники вынашивали еще пару лет назад. Действительно, где же еще строить в Самаре? Надеюсь, что такой вариант развития событий не допустят. И песня болгарских патриотов, посвященная Самарскому знамени и битве на шибке, не будет звучать, как горькая усмешка. На сегодня же пока все. С меня продолжение темы. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!